Антон Павлович Чехов Загадочная натура Читает Геннадий Постригайло Купе первого класса На диване, обитом малиновым бархатом, Полу лежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер Трещит в ее судорожно сжатой руке. Пинсне то и дело спадает с ее хорошенького носика, Брошка на груди то поднимается, То опускается точно ладья среди волн. Она взволнована. Против нее на диванчике Сидит губернаторский чиновник особых поручений, Молодой начинающий писатель, Помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы, Или, как сам он их называет, Новеллы из великосветской жизни. Он глядит ей в лицо, Глядит в упор с видом знатока. Он наблюдает, изучает, Улавливает эту эксцентрическую загадочную натуру, Понимает ее, постигает. Душа ее, вся ее психология у него как на ладони. — О, я постигаю вас, — говорит чиновник особых поручений, Целуя ее руку около браслета. — Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта. Да, борьба страшная, чудовищная, но не унывайте. Вы будете победительницей, да. — Опишите меня, Вальдемар, — говорит дамочка, грустно улыбаясь. — Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра. Но главное, я несчастна. Я страдалец во вкусе Достоевского. Покажите миру мою душу, Вальдемар. Покажите эту бедную душу. Вы психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, А вы уже постигли меня всю-всю. — Говорите, умоляю вас, говорите. — Слушайте. Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый-малый, умный, но дух времени и среды. За комфони. Я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты, брал взятки. Мать же, да что говорить. Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества. Ах, не заставляйте меня вспоминать. Мне нужно было самой пробивать себе путь. Уродливое институтское воспитание, Чтение глупых романов, ошибки молодости, Первая робкая любовь. А борьба со средой ужасна. А сомнение, а муке зарождающегося неверия в жизнь, в себя. Ах, вы, писатель, знаете нас, женщин, вы поймете. К несчастью я наделена широкой натурой. Я ждала счастья. И какого я жаждала быть человеком. Да, быть человеком, в этом я видела свое счастье. Чудная, — лепечет писатель, целуя руку около браслета. Не вас целую, дивная, а страдание человеческое. Помните Раскольникова. Он так целовал. О, Вальдемар, мне нужна была слава, шум, блеск, Как для всякой, к чему скромничать, недюжины натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного, неженского. И вот, и вот подвернулся на моем пути богатый старик, Генерал, поймите меня, Вальдемар, Ведь это было самопожертвование, самоотречение. Поймите вы, я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро. А как я страдала, как невыносимы, Неизменно пошлы были для меня объятия этого генерала. Хотя надо отдать ему справедливость В свое время он храбро сражался. Бывали минуты, ужасные минуты, Но меня подкрепляла мысль, Что старик не сегодня-завтра умрет, Что я стану жить, как хотела, Отдамся любимому человеку, буду счастлива. А у меня есть такой человек, Вальдемар, Видит бог, есть. Дамочка усиленно машет веером, Лицо ее принимает плачущее выражение. Ну вот старик умер. Мне он оставил кое-что. Я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо. Не правда ли, Вальдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его. Но нет. Вальдемар, слушайте, заклинаю вас. Теперь-то и отдаться любимому человеку, Сделаться его подругой, помощницей, Носительницей его идеалов, Быть счастливой, отдохнуть. Но как все пошло, гадко и глупо на этом свете! Как все подло, Вальдемар! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие. Опять я чувствую, что счастье мое далеко-далеко. Ах, сколько мук! Если бы вы знали, сколько мук! Ну что же, что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите, что же? Другой богатый старик. Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, Вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, Краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки. Водевиль Обед кончился. Кухарки приказали прибирать со стола как можно тише и не стучать посудой и ногами. Детей поспешили увезти в лес. Дело в том, что хозяин дачи, Осип Федорович Кулачков, Тощий чахоточный человек с впалыми глазами и острым носом, Вытащил из кармана тетрадь и, конфузливо откашливаясь, Начал читать водевиль собственного сочинения. Суть его водевиля несложна, цензурна и кратка. Вот она. Чиновник Ясносердцев вбегает на сцену и объявляет своей жене, Что сейчас пожалует к ним в гости его начальник, Действительный старский советник Клещев, Которому понравилась дочка Ясносердцевых Лиза. За сим следует длинный монолог Ясносердцева на тему, Как приятно быть тестем генерала. Весь в звездах, весь в красных лампасах, А ты сидишь рядом с ним, и ничего, Словно ты в самом-таки деле Не последняя шишка в круговороте мироздания. Мечтая таким образом, Будущий тесть замечает вдруг, Что в комнатах сильно пахнет жареным гусем. Неловко принимать важного гостя, Если в комнатах вонь, И Ясносердцев начинает делать жене выговор. Жена со словами «Тебя не угодишь?» Поднимает рев. Будущий тесть хватает себя за голову И требует, чтобы жена перестала плакать, Так как начальников не встречают с заплаканными глазами. «Дура! Утрись, мумия! Иродиада ты невежественная!» С женой истерика. Дочь заявляет, что она не в состоянии Жить с такими буйными родителями И одевается, чтобы уйти из дому. Чем дальше в лес, тем больше дров. Кончается тем, что важный гость Застает на сцене доктора, Прикладывающего к голове мужа свинцовые примочки И частного пристава, Составляющего протокол О нарушении общественной тишины и спокойствия. Вот и все. Тут же примазан жених Лизы, Грандский, Кандидат прав, Человек из новеньких, Говорящий о принципах И, по-видимому, изображающий из себя В Водевиле доброе начало. Кулачков читал И искоса поглядывал, Смеются ли. К его удовольствию Гости то и дело зажимали кулаками рты И переглядывались. — Ну, что скажете? Поднял глаза на публику Кулачков, Окончив чтение. — Как? В ответ на это Самый старший из гостей, Митрофан Николаевич Замазурин, Седой и лысый, как луна, Поднялся и со слезами на глазах Обнял Кулачкова. — Спасибо, голубчик, — сказал он. — Утешил. Так хорошо ты это самое написал, Что даже в слезы ударило. Дай я тебя еще раз в объятия. — Отлично, замечательно, — Вскочил полумраков. — Талант, совсем талант. Знаешь что, брат, Бросай ты службу И изволь писать, Писать и писать, Подло зарывать талант в землю. Начались поздравления, Восторги, объятия. Послали за русским шампанским. Кулачков растерялся, Раскраснелся и от избытка чувств Заходил вокруг стола. — Я в себе этот талант Давно уже чувствую, — Заговорил он, кашляя и махая руками. — Почти с самого детства. Излагаю я литературно, Остроумие есть, Сцену знаю, Потому в любителях лет десять терся. Что же еще-то нужно? Поработать бы только на этом поприще, Поучиться, И чем я хуже других? — Действительно поучиться, — Сказал Замазурин. — Это ты верно. — Только вот что, голубчик, Ты меня извини, Но я правду. Правда прежде всего. У тебя выведен Клещев, Действительный старский советник. — Это, друг, нехорошо. Оно-то в сущности ничего, Но, как ты знаешь, неловко. Генерал, то да сё. Брось, брат. Еще наш рассердится, Подумает, что ты это на него. Обидно старику станет, А от него мы, А кроме благодеяний, Наплюй. — Это правда, — Встревожился Клочков. — Нужно будет изменить. Я поставлю везде Ваше высокоблагородие. Или нет, просто так, Без чина, Просто Клещев. — И вот что еще, — Заметил Полумраков. — Это, впрочем, пустяки, Но тоже неудобно. Глаза режет. У тебя там жених этот, Гранский. Говорит Лизе, Что, ежели родители не захотят, Чтобы она за него шла, То он против ихней воли пойдет. Оно-то, может быть, и ничего. Может быть, родители И взаправду бывают, Свиньи в своем тиранстве. Но в наш век, Как бы так выразиться, Достанется тебе чего доброго. — Да, немножко резко, — Согласился Замазурин. — Ты как-нибудь замажь это место. Выкинь также рассуждение про то, Как приятно быть тестем начальника. Приятно, а ты смеешься. Этим, брат, шутить нельзя. На что-то тоже на бедный женился. Так из этого следует, Что он скверно поступил? Так, по-вашему? Не, что ему не обидно? Ну, положим, он сидит в театре И видит это самое. Не, что ему приятно? А ведь он же твою руку держал, Когда ты Сололеевым пособие просил. Он, говорит, человек больной, Ему, говорит, деньги нужнее, Чем Сололееву. Видишь? — А ты ведь, признайся, Здесь на него намекаешь, — Мигнул глазом Булягин. — И не думал, — сказал Кулачков, Накажи меня, Бог, Совсем ни на кого не намекал. — Да ну, ну, оставь, пожалуйста. Он действительно любит за женским полом бегать. Это ты верно за ним подметил. Только ты того частного пристава выпусти. Не нужно. Игранского этого выпусти. Герой какой-то, черт его знает, Чем занимается, Говорит с разными фокусами. Если б ты его осуждал, А то ты, напротив, Сочувствуешь. Может быть, он и хороший человек, Но черт его разберет, Все можно подумать. — А знаете, кто такой Ясносердцев? Это наш Янякин. На него Кулачков намекает. Титулярный советник, С женой вечно дерется, И дочка. Он и есть. Спасибо, друг. Так ему под лицу и надо, Чтоб не сознавался. — Хоть этот, например, Янякин, — вздохнул Замазурин. — Дрянь человек, шельма, А все-таки он всегда тебя к себе приглашает. Настюшу тебя крестил. Нехорошо, Осип, выкинь. По-моему, бросил бы лучше Заниматься этим делом. Ей-богу, разговоры сейчас пойдут, Кто, как, почему. И не рад потом будешь. — Это верно, — подтвердил Полумраков. — Баловство. А из этого баловства Такое может выйти, Чего и в десять лет не починишь. Напрасно затеваешь, Осип. Не твое и дело В Гоголе лезть, да в Крыловы. Те действительно ученые были. А ты какое образование получил? Червяк, еле видим. Тебя всякая муха раздобить может. Брось, брат. Если наш узнает, то брось. — Ты порви, — шепнул Булягин. — Мы никому не скажем. А ежели будут спрашивать, То мы скажем, что ты читал нам что-то, Да мы не поняли. — Зачем говорить? Говорить не нужно, — сказал Замазурин. — Ежели спросят, Ну, тогда врать не станешь. Своя рубашка ближе к телу. Вы этак понастроите разных пакостей, А потом за вас отдувайся. Мне это хуже всего. С тебя, с больного, и спрашивать не станут, А до нас доберутся. Не люблю. Ей-богу. — Потише, господа. Кто-то идет. Спрячь, спрячь, Клочков. Бедный Клочков быстро спрятал тетрадь, Почесал затылок и задумался. — Да, это правда, — вздохнул он. — Разговоры пойдут, поймут различно. Может быть, даже в моем водевиле есть такое, Чего нам не видно, а другие увидят. — Порву. — А вы же, братцы, пожалуйста, того, никому не говорите. Принесли русское шампанское. Гости выпили и разошлись. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установки подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установки перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделки вагонкой, панелями ПВХ, установки подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623. Геннадий Анатольевич.